Сейчас такое время, когда мы должны оказывать максимальную поддержку бизнесу. Такими словами губернатора Московской области Андрея Воробьева начал свой доклад заместитель главы администрации Одинцовского округа Павел Кондратский, подводя предварительные итоги уходящего года. Он рассказал жителям о развитии бизнеса и предпринимательства в нашем округе. По последним показателям, муниципалитет является лидером по количеству хозяйствующих субъектов в области. На территорию округа зарегистрировано 813 предприятий, крупных промышленных предприятий. И объем отгруженной продукции на 2022 год составил 98 миллиардов рублей. Что, несмотря на санкции и антироссийские настроения, на 10% больше, чем в предыдущем году. Это говорит о том, что предприятие на территории округа продолжает развиваться и делать свою продукцию. Во многом это результат тесного взаимодействия бизнеса и власти. Для развития предприятий предусмотрено немало программ. Производительность труда, импортозамещение, соципотека. На сегодняшний день 18 свидетельств на право получения социальной ипотеки уже вручены сотрудникам Одинцовских научных организаций. Что позволяет сотрудникам уверенно работать и быть уверенным в будущем и оставаться на территории Одинцовского городского округа. Кроме того, наш округ является бессменным лидером по количеству малого и среднего предпринимательства. Этой сфере оказывается максимальная поддержка, субсидии, гранты, конкурсы. Для этого проводится постоянное информирование предпринимателей. С нашей стороны проводится, как я говорил, большая работа именно по информированию, по помощи в подаче заявок. По помощи в подаче заявок как в областные, так и в наши муниципальные конкурсы. Мы проводим зум-конференции. У нас есть и открытый канал Телеграм, где присутствую я, присутствуют все замы данный канал с обратной связью. Серьезная работа идет и по привлечению инвестиций на территорию округа. Реализовано 17 инвестиционных проектов. Создано более тысячи новых рабочих мест. Если вернуться назад, вспомним прошлый год, каким он был тяжелым для предприятий. Для некоторых предприятий были локдауны, были пропуска. Кто-то останавливал свою работу. Но несмотря на это, объем инвестиций и интерес к нашему округу все равно увеличивается. Полная информация для инвесторов предоставлена на инвестиционном портале предпринимателей Подмосковья. С 2019 года по 2023 все показатели развития бизнеса в округе продолжают расти. О положительной динамике свидетельствует и рейтинг предпринимательского климата. Все территории Московской области, все муниципалитеты Московской области оценивают так называемый рейтинг предпринимательского климата. По результатам 2022 года Одинцовский городской округ занимает второе место по данному рейтингу. Особую часть выступления уделили работе многофункционального центра. Специалист рассказал о его развитии, функциях и перспективах. Еще 10 лет назад об этой структуре никто не знал. Сейчас каждый житель нашего округа пользуется его услугами. Более того, жители настаивают об открытии новых центров в своих территориальных единицах. У нас там было МФЦ. К сожалению, его ликвидировали непонятным причинам. И у нас наши бабушки, дедушки, они, к сожалению, не могут прийти и доехать до Одинцова. Но его нету сейчас, он не существует. Там пенсию получить, там какие-то денежки, там, не знаю, там еще что-то там написать. Они не могут самостоятельно. В Одинцово ехать достаточно далеко. У нас нет, ну прямой автобус есть, но бабушки, к сожалению, там старенькие, не могут тоже этого сделать. И пенсионеры тоже не могут. Мы можем как-то повлиять на то, что МФЦ нам восстановили. Каждое обращение и пожелание будет рассмотрено и проработано. Павел Кондратский еще раз напомнил всем присутствующим предпринимателям, что органы власти максимально открыты, заинтересованы и готовы поддержать любые проекты в нашем округе. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.